За прошедшую неделю на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 81 происшествие. Из них 8 преступлений, 7 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 83 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. Изъято 7 единиц оружия, 10 боеприпасов. За неделю произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. Стражи порядка раскрыли кражу имущества из автомобиля. 5 августа сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Нинецкому автономному округу в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 4 августа житель города Нарьинмара 1999 года рождения, разбив окно автомобиля, проник в салон транспортного средства и совершил хищение магнитолы и паспорта транспортного средства на автомобиль, принадлежащие гражданину 1996 года рождения. В отношении злоумышленника, совершившего кражу, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Еще одну кражу имущества раскрыли по горячим следам. Так, 8 августа текущего года в дежурную часть отработника строительно-транспортной компании города Нарьинмара поступило сообщение о том, что 8 августа в период с 2 часов 15 минут до 3 часов 40 минут неизвестными лицами совершено хищение имущества из автомобиля, принадлежащее гражданину 1963 года рождения. В то же самое время злоумышленники совершили кражу оборудования из гаражного бокса. На момент совершения кражи двери в транспортном средстве и гаражном боксе были открыты. Общая сумма причиненного ущерба составила 21 520 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что хищение имущества совершили 19-летний житель Нарьинмара с двумя несовершеннолетними 1998 и 2000 годов рождения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В минувшую пятницу в городе Нарьинмаре произошло возгорание в жилом доме номер 34 по улице Первомайской. В результате пожара один человек погиб, один пострадавший с ожогами был доставлен в приемный покой Ненецкой окружной больницы. Возгорание ликвидировано, причина пожара устанавливается. В Ненецком округе стартовал второй этап всероссийской операции МАК-2016. По сообщению пресс-службы МВД России по Ненецкому автономному округу, до 30 сентября будут проходить оперативно-профилактические операции, направленные на выявление, предупреждение и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, а также уничтожение очагов их произрастания. Сообщить о гражданах, причастных к выращиванию мака и конопли, можно по телефону 02-020 с мобильного 4-21-26 и по телефону доверия 4-21-52. На территории Ненецкого автономного округа более 140 полицейских будут обеспечивать правопорядок в единый день голосования. Для обеспечения безопасности выборов и контроля за соблюдением общественного порядка в регионе созданы оперативный штаб и рабочая группа по координации действий всех подразделений окружной полиции. Сотрудники МВД России по Ненецкому автономному округу в период проведения выборов будут нести службу в усиленном режиме в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на избирательных участках региона. Кроме того, полицейские провели проверки избирательных участков, расположенных на территории города Нарьинмара и Ненецкого автономного округа. При осложнении ситуации предусмотрен резерв личного состава. В МВД России по Ненецкому автономному округу круглосуточно работает телефон доверия для сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Жители округа могут сообщить в полицию обо всех выявленных ими нарушениях избирательного законодательства по телефону 4-21-52. Анонимность гарантируется. Если вы стали свидетелем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26.